В каком случае бизнесмен портит себе жизнь? Как вы думаете, бизнесмен должен, может, прибыть делать или нет? Может. Это означает, что чуть-чуть обманывают, да? Прибыль означает, что ты больше денег имеешь, чем положено. И так? Иначе как ты заработаешь? Ну, то есть ты прибавляешь, наценку делаешь. Вот смотрите теперь, если наценка слишком большая, означает, что ты жадный, да? Результат все рушится. Наценка слишком маленькая, ты глупый, значит. Тоже все рушится. И видите, у него в сердце должно быть знание, сколько надо поставить денег, чтобы все было хорошо. Это у бизнесмена в крови должно быть, он должен знать. Но как сделать так, чтобы не быть жадным? Для этого бизнесмен должен понимать, что бизнес вообще предназначен не для того, чтобы он себе домик деревни построил и вертолетную площадку любил с ним. Знаете, бизнесмен должен понимать, что ему Бог дал такие способности для того, чтобы строить дороги, для того, чтобы кормить нищих, строить колодцы. Как ведать это написано, говорю, сейчас, может, это не актуально. Но идея в том, что он должен сделать всех счастливыми вокруг, он должен кормить нищих, он должен деньги свои, нам деньги строить школы, социальные проекты организовывать. Понимаете, есть деньги, ты должен всех вокруг сделать счастливыми. Сейчас как люди делают? Осталась пшеница, ее сжигают. Для чего сжигают, чтобы не пропал, ну, как цена, чтобы не снизилась, да, чтобы пшеница всегда была в спросе. Это означает, что это не бизнесмен. Эти люди, вот столько, сколько пшеница сгорела, столько ты будешь за это отвечать. Потому что ты ее сам выращивал, эту пшеницу. Кто пшеницу выращивает, поднимите руку. Слава Богу, никто не так говорит. Пшеницу Бог выращивает. Ты что, ее поливаешь там, что ли, поле пшеничное? Ты что с ним, что ты можешь делать? Завтра пошла, до свидания поле пшеничное. Ты можешь там небольшую площадку полить, а если огромное поле, что ты с ним делаешь? Я урожаю вырастил. Ну хорошо, ты поливал его. Да, ты не помог вырастить, это факт. Ты посадил правильно. Посадил такую пшеницу, которая устойчива к засухе. Предвидел, что засуха может быть. Это означает, что ты способен это делать. Но саму пшеницу выращивает Бог. Мы не можем ее растить. Никто не может повлиять на эту пшеницу. Там этот синтез этот происходит. Не по нашей воле. Дожди тоже падают не по нашей воле. Жарко или холодно не по нашей воле происходит. Поэтому он может только помогать процессу. Так же и бизнесмен. Он понимает, что есть высшие силы. У него тоже должен быть наставник, который ему говорит. Слушай, дурак, ты что столько денег все гребешь? Иди, накорми кого-нибудь. Ведь эти деньги, это сила. Знаете, что деньги за сила? Она непреодолимая сила. Мы думаем, ну а я встал, у меня деньги мои, я ими управляю. Ничего подобного. Это деньги нами управляют. Смотрите, как интересно. Это ты лишние деньги себе взял. Что происходит дальше? Эти деньги влияют полностью на эту психику. Вот что такое жадность? Жадность, это когда ты лишние деньги берешь. Как действует жадность на бизнес? Человек не может правильные отношения к бизнесу устанавливать. Он чуть-чуть больше цену поднял, никто товар не покупает. Он чуть-чуть грабанул, там его испортились отношения. С ним никто торговать не хочет. И так человек рушит себе жизнь. Из-за того, что он просто жадный. И все. Почему он жадный? Потому что он пригрел в себе денег чуть больше. Не потому что он захотел быть жадным. А потому что у него так получилось из-за неправильного поведения. Понимаете? Поэтому бизнесмен должен учиться жертвовать, отдавать, чтобы жадности было меньше, чтобы можно был бизнес продолжать делать. Это не значит, что ты жертвуешь, ты нищим станешь. Нет? Наоборот. Чем меньше жадности, тем больше развития бизнеса. Вот, допустим, один бизнесмен к другому подходит. Тот смотрит ему в глаза. И что он смотрит ему в глаза? Зачем он смотрит перед тем, как сделку заключать? В чем тут цель? Обманет или нет? Жадный или нет? Он смотрит нормально, человек заключает. Ненормально, до свидания. Видите, в глазах все видно. А в глазах все видно от денег. Деньги сами делают человека таким, каким они хотят. Поэтому древние люди, раньше люди, деньги боялись. Не боясь лишних денег, чужих денег, плохих денег, злых денег боясь. Мы ничего не боимся. Ко мне один человек пришел. И оценили 8 назад на консультацию. Говорит, слушай, я не знаю, что делать. Я раньше, когда вот эта перестройка была, у меня был завод в Москве по производству спиртного. И в результате этого завода у меня такие дружки появились, которые меня не то, что завод отняли, слава богу, они хотели меня прибить. Слава богу, что я вовремя это ему все отдал. Внутри сам бизнес. Какой результат? То есть он торговал спиртом. Дальше что произошло? У него осталась только одна квартира. Все у него отняли полностью. Но квартира осталась. Слава богу. Работал квартиру, квартира осталась. И он мне рассказывал. Но это не проблема. Проблема не в этом. Я, говорит, уже третий раз девушку себе нахожу нормальную. Она на самом деле начинает жить, через пару лет спивается, становится алкоголичкой. Потом второй раз опять алкоголичкой. И потом третий опять алкоголичкой. Я говорю, правильно? Ты сколько людей-то напоил? Вот теперь за это отвечаешь. Пошел раскаиваться, молиться. Пришел второй в Расторе, в этом Нижнем Новгороде, бизнесмен. Торговал спиртными напитками, много хочет было. Пришел ко мне. Говорит, что делать? У меня вот такой бизнес, спирт. Я говорю, ничего не делать. Надо срочно заканчивать этот бизнес. Менять, постепенно менять товары. Ну, то есть, если он сразу возьмет и закончит, он назовется просто. Надо будет переходить, постепенно переходить со самым бизнесом другой. Он говорит, а если я не буду менять? Я говорю, ну, когда ты разобьешься в аварии, погибнешь. И жизнь твоя на этом закончится. Потому что уже, как бы, вот эта оприцательная карма спаянная людей. У тебя уже накопилось настолько, что дальше тебе уже жизнь будет не малинок. Знаете, какой ответ был он? Он скачал со стула. Сказал, в сторону, в сторону, правильно. Я говорю, ну, ничего себе, реакция. Он мне рассказал, что он попал в аварию до этого и остался жив. Но ему приснился сон, что если он, он приснился сон, где ему во сне было сказано, что если он не начнет менять свой бизнес, то он в следующий раз попарет и разобьется насквы. Он пришел ко мне, когда он услышал то же самое, и он возрадовался. То, что он убедился, что есть какая-то законодательность в том, что происходит. Потому что он не знал, что делать. Ну, то есть, даже просто сама желание менять бизнес постепенно, это уже благочестие. Понимаете? Ясно, что очень трудно торговать хлебом, молоком. Прибыли нет. Прибыли от сигареты, бывает от водки. Но вот именно этот бизнес, он грубит судьбу. Поэтому надо переходить на честный бизнес, который не грубит судьбу. Он тяжелее его делать, но дает лучший результат. Так, смотрите, самая опасность большая для бизнесмена – это жадность. С одной стороны, бизнесмен имеет возможность управлять деньгами, и у него есть желание быть богатым. Это нормально для него. Но желание иметь средства, работать со средствами – нормально. Достаток тоже нормальный. Но если человек становится жадным, то он теряет возможность быть бизнесменом. Он разрушает свою жизнь. Как определить молодому человеку, что у него природа бизнесмена? Вот если он со всеми меняется постоянно, со всеми знакомится, он копит марки там, еще что-то детские, у него постоянно идет процесс взаимоотношений с людьми. Он постоянно какой-то обмен. Он любит долить всем, любит кормить всех, любит заботиться в этом плане, что там бабушка нищая, там ее накормили, позаботился. Он постоянно, у него много друзей. Это значит, что природа вот такая безнесленная. Понимаете? То есть человек имеет склонность общаться, строить отношения, быстро знакомиться. У него такая природа, значит. Вот так ему надо жить. Дальше, следующий вариант. Смотрите, нижний светоборчик сильно горит, а средний слабее. То есть главная цель человека, это организовать свою жизнь хорошо, но жить хорошо. Жить хорошо, да? А хорошо жить еще лучше. То есть такие люди, они как-то трудиться так, чтобы ему нравилась работа. Кому человеку хочется просто, чтобы нравилась работа. Он хочет творческого труда, или спокойного, или он хочет, чтобы на работе были хорошие отношения. То есть ему нравится просто работать, делать что-то, мастерить, что-то делать. Но при этом ему хочется, чтобы ему спокойно было работать, чтобы ему нравиться, понимаете, чтобы он своим делом занимался. Вот это четвертая категория людей, которые по природе должны вот просто трудиться. У них есть два качества, которые могут сделать их счастливыми. Это способность и желание подчиняться тем, кто дает работу. Первое качество. И второе качество – любовь к труду к самому. Чего они должны бояться? Такие люди должны бояться спорить со старшими, грубить им. И второе – они должны менее бояться. Когда такие люди – лентяи или грубияны, они разрушают свою жизнь. У них нет возможности счастливо трудиться. А на возможности это разрушается. Услышали? Теперь звучите дальше. 80% молодых людей, которые сейчас вырастают, не способны понять свой природ. Причина заключается в том, что они недоразвиты нравственно и духовно. Потому что, посмотрите, вот эти центры разума, светокорчики начинают гореть сильно, только когда человек развивает себя как личность. Понимаете, светокорчики должны загореться, а для этого ты должен развиться как личность. Если человек не ставит себе духовную цель, самую первую, нравственную цель вторую, то он не сможет в этом мире себя реализовать как личность. Я у меня молодой человек разрушил, ну, часто так бывает, подходит после этого семьяра, когда люди начинают заниматься и не узнаешь. Пока не поставишь себе вот эту цель. Я хочу понять, что такое святость. Я хочу разобраться, есть святость или нет. А если есть, я хочу, чтобы она в моем сердце жила. Я с этим человеком хочу общаться, строить свои отношения. Я хочу научиться быть возвышенным. Отключайте мобильный телефон, у нас вверх, я еду. Когда человек от святости перенимает качество, то он начинает жить более чистыми и светлыми идеалами. Такая жизнь, она постепенно возбуждает в нем глубину и трезвость. Такой человек, как Веды говорят, пробуждается в жизни. Он начинает более глубоко смотреть на жизнь и лучше понимает себя. Ну, допустим, молодой человек говорит, а у меня нет идеалов никаких, что мне теперь не работать? Нет, есть выход. Смотрите, если человек мужчина, допустим, он должен просто идти работать туда, где он полезен. И тогда, вот смотрите, где он полезен. Насколько он развит, насколько он полезен. Вот, допустим, смотрите, человек по природе, допустим, ученый. Но он не развился как ученый, он ничего не знает. Допустим, но он может таскать мешки с картошкой, да? Надо идти таскать мешки с картошкой. Во время этой деятельности ты будешь развиваться как ученый. Я помню себя в молодости. У меня родители не дали мне денег на образование. У меня не было возможности получать образование. И так же у меня не было возможности иметь репетитора, который бы научил меня, как сдавать экзамен. Но у меня была возможность работать над собой. Представьте, работать над собой, мне в сердце открылось, как поступить в мединститут. Там был конкурс, четыре человека на месте. Нереально для меня. Большинство мест были блатны, заняты. Вот. И я принял решение, я пошел в училище на лаборанты химонариза. Год проучился, и с отличием получил, как бы диплом со свечами. А по тем правилам, с диплом в отличием, ты сдаешь один экзамен, учишь один экзамен, и получаешь четверку, и проходишь дальше, и всякие проблемы в институте. Весь год я учил физику. Весь год учил. Кто остальное тоже учил, но физику учил очень серьезно. И когда мне попался закон Ньютона на экзамене, я доказал его сначала тремя разными способами, а когда я четвертым доказал, преподаватель встал, говорит, выведи мне эту формулу, я ее не знаю. Я ему вывел эту формулу, когда доказал, что она есть, начал ее угодить, и раз, и эта формула получилась. Посмотрел на меня, говорит, достаточно. Поставил мне пять, я даже на следующий вопрос, у меня еще два вопроса осталось. Мне не отвечал на эти вопросы остальные, и я закончил свой экзамен на этом. То есть я поступил в институт, один экзамен сдал. вот это означает желание достигать результата. То есть есть возможность. И я потом в институте как учился. Я работал дворником, сторожем, медсестрой, судно таскал людей. И интересно, как у меня протекала жизнь. Все это время я засмотрел, как происходит, как протекает жизнь. Понимаете, когда я таскал судно, я смотрел людям, как помогают или нет лечения, и пытался им помочь словом, или пытался как-то, вот я пытался как-то тоналить, и почувствовать, как помочь человеку. У меня всегда было время свободное, я пытался с людьми работать, что-то для них делать, помогать им. И так я развивался как личность. На четвертом курсе я уже сам лечил людей, там точки нажимал, кнопки. Все уже. У меня была практика своя. И люди шли всегда ко мне. И не было такого, чтобы не было пациентов. Потому что все чувствовали, надо к нему идти. И они шли. Я студентом был, учились много людей в это время. Видите, природа всегда работает, когда ты делаешь просто то, что ты можешь делать. Надо быть смиренным перед судьбой, но смотрите, если ты работаешь, просто просто работать. Есть две проблемы, мужчины. Рассказываю вам две проблемы, которые сидят в наших сердцах. Первая проблема, как устью мало, Сергей Иванович. Вторая проблема, пахать надо много. Эти две проблемы, на самом деле, никакой проблемой не являются, потому что это означает объем работы над твоей судьбой. Вот так можешь ты работать, это объем работы над твоей судьбой. Свободное время выпало, изучай, как духовно... Субтитры создавал DimaTorzok,